Тунукбебу Акылбекова жительница села Минорук сейчас живет в общежитии Ожского госуниверситета. Муж остался в родном селе, заботится о скоте и присматривать за домом. Женщина очень рада, что сегодня тоже возвращается домой в Баткенскую область. Мы приехали сюда 22 сентября. До этого мы были в Кадамжае, потом мы попали сюда через знакомых. Здесь хорошо принимают, условия хорошие. Сейчас у меня есть и чувство страха, и радости. Пусть не будет войны. Пусть всегда будет мир. Всего в Ож из Баткенской области было эвакуировано более трех тысяч человек. Многие разместились у родственников и знакомых, а также в 18 общежитиях вузов Аша. Еду для эвакуированных готовили волонтеры из продуктов, которые собрали кыргызстанцы в качестве гуманитарной помощи. Некоторые баткенцы начали возвращаться домой на своих личных автомобилях. Остальные едут на специально организованном транспорте. Всех перед отправлением кормят. На данный момент по распоряжению министра осуществляется возвращение граждан. Около 600 человек уехали на своих автомобилях, а всех остальных доставим. Безопасность поддерживается. Транспорт организовала мэрия города Ож. Ранее председатель ГКНБ Камчебекташеев сообщил, что ситуация на границе стабилизировалась, и жители могут вернуться в свои дома. С тех пор большинство эвакуированных начали возвращаться в свои села. Те, кто живет недалеко от границы, могут вернуться в свои дома. Если нет личного транспорта, то доставку организуют МЧС и представители местных властей. Не беспокойтесь. В настоящее время в Баткенской области уже идет восстановление домов. По данным комиссии, гражданской обороны всего были повреждены 622 дома, большая часть которых – 427 – признаны непригодными для проживания. 195 еще как-то можно отремонтировать. Кроме того, были сожжены 11 административно-стратегических объектов, 8 школ, 7 детских садов и 3 медицинских пункта. Алена Смирнова, Саймык, Марат Улумаров, Шакиров, Уларкой Назаров, ЛТР, ОШ.